В Северо-Восточном Федеральном Университете 29 сентября состоится 5-й юбилейный фестиваль науки, где каждый посетитель сможет найти интересную для себя площадку. Ежегодно фестиваль собирает тысячи зрителей и с каждым годом количество посетителей растет. Фестиваль проводится с 2012 года и сегодня в нашей студии его организаторы. Рады вам представить Константина Константиновича Кривошапкина, проректора Северо-Восточного Федерального Университета по научно-исследовательской и инновационной деятельности, Юрия Валентиновича Китова, проректора по научно-исследовательской и международной деятельности Арктического института и Николая Александровича Сивцева, проректора по научной работе и инновациям ЕГСХ. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну, каковы основные цели фестиваля? Фестиваль науки имеет цель на доступном и понятном языке рассказать обществу, что такое наука, чем занимаются ученые, какую работу проводят, как наука улучшает качество жизни населения и как проходит научно-технический прогресс. Впервые в нашей стране фестиваль науки был организован по инициативе ректора Московского государственного университета Виктора Анатольевича Садовничева в 2006 году. И в течение трех дней этот фестиваль науки посетили более 20 тысяч человек. Успех этого мероприятия обусловило то, что фестиваль науки в Москве стали проводить ежегодно. И в 2011 году фестиваль науки стал всероссийским мероприятием. И начиная с этого года фестиваль науки проводится под эгидой Министерства образования и науки под патронатом президента Российской Федерации. В нашей республике впервые фестиваль науки организовал Северо-Восточный федеральный университет 2000. Вот как раз в 2012 году мы начали работать, в 2013 году мы уже центральную нашу площадку провели. И ежегодно количество посетителей растет. Мы уже гордимся тем, что у нас более 8 тысяч человек посетители посещают. Причем не только города Якутска, но и со всех уголков нашей большой республики. И надо сказать, что пятый юбилейный фестиваль науки мы проводим уже совместно с вузами нашей республики и научными учреждениями, как Якутский научный центр Сибирского отделения Российской Академии науки, как Академия науки Республики Сахар-Якутия. И здесь будет очень много интересных мероприятий, как мастер-классы, лекции, дни открытых дверей. Музеи наши будут открыты для всех на бесплатной основе. И основная центральная площадка, выставочная площадка в этом году будет проходить на территории спортивного комплекса «50 лет победы», который расположен в самом центре города Якутска, где все наши учебные и научные подразделения республики покажут свои достижения и будут работать со школьниками и населением. Надо отметить, что фестиваль науки имеет очень хорошую работу как профориентационную деятельность. Юрий Валентинович, на кого все-таки в большей степени рассчитан фестиваль? Кто может подойти? Я думаю, что он открыт абсолютно для всех. Но я хотел бы время, которое отведено мне, использовать немножко, как бы проблематизировать ситуацию. Просто вот когда в 60-е годы говорили о том, что следующий век – это век информационный, никто не верил. И у нас как бы большие проблемы были с кибернетикой, там то запрещали, то разрешали. А вот сейчас наступает эпоха культуры. И если посмотреть вообще, что творится в мире, то в основном это культурные процессы, которые детерминируют экономику, изменения политики. Посмотрите, миграционные процессы какие. Впервые мы сталкиваемся с ситуацией, когда перемещение больших групп людей, допустим, на территорию Европы не приводит к так называемой культурной ассимиляции. То есть эти люди не хотят стать немцами кем-то другим, они пытаются сохранить свою культуру и так далее. И наука о культуре на сегодняшний день приобретает очень серьезные формы. Культура перестает, по крайней мере, в научном плане быть остаточным каким-то явлением. И в этом плане, пусть это маленький институт, но мы тоже где-то пытаемся разобраться в том, что грядет. И если мы как бы не подготовимся к тому, что произойдет, мы будем делать йотафон по сравнению с айфоном, будет выходить что-то экса, мы все равно ничего не сможем предоставить, поскольку в России, наверное, сегодняшний день единственные две таких серьезных, два серьезных ресурса, это природные ресурсы и наука, и культура, то, наверное, нужно этим воспользоваться, для того, чтобы завивать какие-то более-менее реагирующие позиции в грядущие веки. Николай Александрович, ну что-то добавите по фестивалю ПЕТОМ. Ну, мы в Сельхозакадемии нынче первый раз участвуем. Так, у нас семь экспозиций будут представлены, очень интересные, начиная от наших домашних животных, заканчивая нашими разработками научными. Приходите, мы всех идем. Давайте еще раз напомним, да? От 0 до 17 лет. 29-го сентября. У них здорово, животных будут показывать, там детишкам будет здорово, там вы кормите, разрешаете кормить их, да? То есть там вообще здорово у них, очень интересно. Я вот и говорю, аудитория очень обширная, то есть могут даже дети прийти. Да, да, да. И старый Влад. От науки до животных. Как раз возрастной сентября – это 0+. Да, и вот когда мы участвовали в Москве, в Ростове-на-Дону, вот эти выставки, когда мы видели, что люди приходили со всеми маленькими детьми, приходили пенсионеры, все, кто интересуется этими выставками, наукой, и был очень живой интерес, как раз-то именно экспозициям нашего университета. 29-го сентября, площадка. Да, 50 лет победы. У нас тоже живая будет экспозиция, так что не только университет. Что ж, приглашаем всех наших телезрителей присоединиться к фестивалю науки, юбилейному фестивалю, будет интересно. Спасибо. Спасибо.